МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Сегодня вы выступаете в необычном, не для меня, но для очень многих амплуа, потому что мы приглашаем вас в эту студию в качестве эксперта в общественно-политические программы, где говорим о серьезных темах и говорим тоже серьезно. Но, по-моему, люди устали уже от негатива, от не очень хороших новостей, и хочется чего-то хорошего, а этого хорошего не так уж и мало в нашей жизни. Надо просто оглядеться, присмотреться и понять для себя, что не все так плохо. И я так думаю, что птицы, о которых мы сегодня будем говорить, это очень красиво, это очень романтично и это очень познавательно. И мало кто, наверное, знает об этих существах столько, сколько знаете вы. И вот сегодня я предлагаю поделиться немножечко, хотя бы приоткрыть занавес вот этих ваших знаний, потому что вы же профессиональный орнитолог. И мы с вами сколько раз, да, когда встречались, вы говорите, ну, в конце концов, давай поговорим наконец-то о птицах, да? Ну, сколько можно о чем-то плохом говорить? Мне сразу, когда готовилась к этой передаче, мне сразу почему-то вспомнилась из детства такая припевочка «Птица Божия не знает ни заботы, ни труда». Помните, такое было? Да. А действительно она так беззаботна птицей и что? Действительно она только порхает с ветки на ветку и больше ничего? У птиц, у птиц вся жизнь рассчитана по минутам, если не сказать, короче, по секундам. Птица не теряет совершенно никогда время, потому что календарь событий природных протекает очень быстро. Не успела птица пролететь к нам с далеких зимовок, как нужно уже бороться за участок, который оттаивает. Или там за веточку, за дерево, которое покрывается зеленью. Нужно бороться за свою самку, бороться с какими-то врагами, строить гнездо. То есть все идет по минутам. Но если период насиживания у птиц, это очень ответственный период, самый тяжелый, может быть, в жизни птиц, насчитывает 14 дней. Всего 14 дней? Всего 14 дней. Почему? Мне кажется, что это как-то больше, ну, к месяцу приближается. Ну, у больших птиц, там, у куриных это около месяца, но вообще говоря, у воробьиных это 14 дней. И 14 дней из маленького голого комочка, покрытого тоненькой-тоненькой кожицей, до которой трудно, страшно даже прикасаться нашими грубыми человеческими пальцами, через 14 дней вырастает уже птенец, который самостоятельно кормится. То есть все протекает в жизни птиц очень-очень быстро. Это вот чему стоит, наверное, поучиться человеку. Конечно. Как говорится, с птицами встает, ведь это же не зря, да? Только-только рассвет, уже чириканье, уже голоса раздаются. Боже мой, бросьте. Вы знаете, я могу сказать больше. Вот я сутками наблюдал, когда занимался, значит, еще в юности этими вопросами, суточной активности птиц. Активность птиц начинается уже в 3 часа ночи. А они спят? У нас в Тверской области самое тихое время суток для птиц, это с 12 до 2 часов, на 2 часов. А потом уже к 3 начинают пробуждаться. Вот эти 2 часа им достаточно для жизни? Ну, в весенний период, видимо, достаточно. Видимо, достаточно. Потому что у птиц, я так понимаю, кипят гормоны радости. Даже порой ночью, когда вот, ну, зарянка спит ночью, но время от времени у самца просто вскипает это желание петь, и он ночью даже сам себя пугает какой-то звонкой, заливистой трелью. И потом я представляю даже его глаза, напуганные там, собственно. Что это было? Это была моя песня. И он опять, и он замолкает. То есть вообще ночной лес тоже показывает, что не все так просто, не все так тихо. В лесу тоже бывает какая-то вот такая ночная, ночные всплески активности. Мы с вами собирались встретиться в начале мая, вот мы, во всяком случае, обговаривали в начале это время, да, но вы говорите, не могу. Вот буквально неделя отпуска, это самое ценное время в году. Я в засаду сейчас птицы поют так, как никогда не поют. Да, Ирина. Это начало мая? Это, ну, вообще говоря, начало мая действительно. У нас уже большое количество наших певцов прилетает, и каждый день, каждый вечер не похож на другой, потому что каждый раз, каждое утро или каждый вечер в этот хор добавляются новые солисты. И хор наполняется все больше и больше силой. Но начинается все очень рано. Начинается все с конца марта, когда пролетает полевой жаворнок. В этом году полевой жаворнок первый пролетел очень рано, еще когда кругом лежали снега. Да что вы, оказывается, это такая весна холодная. До ладяной ветер. И вот первый полевой жаворнок пролетел, и, конечно, первые самцы летят с песней. Они поют над нашими бескрайными снежными равнинами. И вот эта птица, которая прошла уже не одну сотню километров под своими крыльями, да, она должна сесть на снег, где-то найти корм, и тем не менее он находит время порадовать нас своей песней и порадоваться самому. Он поет от того, что видит родину. Родина у птиц, они же перелетают. У них две родины, или у них все-таки родина там, куда они прилетают, где выводится потомство? Да, родина у всех птиц, то место, где они выводят потомство. И причем, надо сказать, что и потомство навсегда запоминает тот лес, ту опушку, где они родились. И навсегда это, это называется у птиц импритинг, навсегда это записывается как бы вот в такую подсознательную зону птиц. Она навсегда понимает, что этот сосняк, это то место, где я буду гнездиться. Это опушка, это вот выворотни с каких-то старых деревьев на берегу реки Тьмаки. Это то место, которое будет моей микрородиной. Из поколения в поколение в птиц. Эта опушка передается из поколения в поколение. Если только птица, нет, немножко не так. Если птица родилась в такой местности. Вот надо сказать, что когда кукушка подкладывает свои яйца в чужое гнездо, птенец понимает родину именно благодаря вот этому импритингу. Он запоминает гнездо, из которого он вылетел. И в следующий год он будет искать именно такой биотоп или сосновый лес, или дупло в осенне, или опушечку, скажем, пойменное какое-то место по нашей реке, где он будет подкладывать. Где он сам появился на свет. На свет, да. Значит, тем, кто уже обитает в этом гнезде, надо быть готовым к тому, что туда будет подложено яйцо. И поэтому тяжело и, наверное, неоправданно выпускать птиц, которых мы выкормили своими руками, выдержали их дома, а потом выпускаем в природу. Такие птицы свою ячейку в природе уже могут не найти. И они обречены. То есть они погибнут? Они, скорее всего, погибнут. Они не найдут себя, потому что мы нарушили их программу. И поэтому птиц, которых мы спасли в детстве, их лучше всего оставить у себя, поговорить со специалистами. Может быть, созвониться со статуса юнатов, если это вид, который там они могут содержать. А вообще лучше, конечно, держать дома. Содержание дома птиц – это тоже очень интересное занятие. А вам приходилось? Конечно. Ну, я и сейчас держу. У меня очень много птиц, большая коллекция. Но, конечно, есть фантастические просто ребята, которых я держал по многу лет. Это, например, скворцы. Скворец, он становится любимцем всей семьи. Он летает по комнатам. Он очень любит, когда ты читаешь книгу, он садится рядом с тобой, перелистывает тебе страницы. Скворцы очень любят перебирать волосы на твоей голове, сидя на плече, любят спать на плече у хозяина. Передают звуки, все технические звуки дома. Кончила работать, скажем, микроволновая печь, дала звоночек. Скворец тут же перенимает этот звоночек, и будьте покорны, вы будете постоянно дергаться. Потому что прекрасно передает звук любого сотового телефона. И даже умеет говорить. Я, кстати, видела, да, у знакомых, но это далеко, это в Молоковском районе, говорящего скворца. И я считаю, первый раз, Гоша хороший. Там на ощупь говорит народ. Они сказали, Гоша хороший, Гоша хороший. И я сразу вспомнила, что вот когда любят перелистовые странички, первый раз, когда я познакомилась с вами, мне на даче живут два ежа. Ну, я одного называла Федора Михайловича, Гристаевского, и другой Порфирис Петрович. И Федора Михайловича почему он называл? Потому что я читала Достоевского, по-моему, братьев Карамазовых. Я вот сидела и вслух читала. И он у меня присоседивался около ноги и слушал внимательно. Но с тех пор он стал Федором Михайловичем. Ну, и надеюсь, это он. Можно сказать, что это уже другой еж. Но, тем не менее. А, кстати, вот вы сказали хозяину, на плече у хозяина. А они вообще понимают чувство хозяина или чувство дружбы? Для них есть такое понятие? Птицы понимают. Особенно птицы крупные. Вот, скажем, если мы берем маленькую птичку, пеночку там или чужа, у них интеллектуальные способности не очень высоки. А скворцы, дрозды, они прекрасно отличают людей. И никогда дрозд не подлетит ручной. Или скворец не подлетит к чужому человеку. Он вас прекрасно знает. У меня жил дрозд-ребинник ручной. Так я, когда ходил за грибами, он видел меня, выходящего из леса, за многие метры. И летел мне навстречу с приветственным криком. А когда кто-то шел чужой, хотя, казалось бы, мы в советские годы все похоже одевались. В таких странных плащах, каких-то ветровочках, с корзинками. Ничего. Никакая шляпа, никакие очки не могли тебя сделать неузнаваемым. Дрозд тебя всегда узнавал. О дроздах-ребинниках разговоры несколько впереди, потому что сейчас у нас перерыв. Прервемся на несколько минут. Не переключайтесь, уважаемые друзья. Сегодня крайне интересная тема. Тема дня в эфире. Сегодня говорим о птицах. Говорим с профессиональным орнитологом Александром Бутузовым. Да, вы не ослышались. Это не только председатель общественной палаты Тверской области. Но и один из лучших на нашей Тверской земле знаток птиц. Александр Анатольевич, говорили, вот до перерыва вспомнили дрозда-ребинника. Я сразу припомнила случай, когда я просто из дачного дома боялась выходить, потому что недалеко было гнездо дроздов-ребинников. И вот как-то мне показалось, что они как французскими семьями живут. Вот один сидит на стреме, вот так вот, самочка, по-моему, в гнезде, еще один на стреме. Вот так вот они смотрят. И они почему-то, им показалось, что моя кошка позарилась на их гнездо, я ее полезла отгонять, но они подумали, что и я позарилась на их гнездо. И они нас записали в ярые ненавистники, враги. И вот выйти было невозможно. Это был бреющий полет. И вся рука была, что называется, в их помете. Вот они еще над колодцем, и просто я ходила вот в своей каске, в которой я в походы хожу водные, и в спасжилете за водой. Вот такие вот люди называются. Ну, интересный у вас контакт был с рябинником. Кстати говоря, вы заметили такую характерную особенность. Из пяти видов дроздов, которые обитают на территории Тверской области, только дрозду-ребиннику свойственна такая агрессивная манера охрана своей территории. И раздраженный самец может выстрелить своим пометом, и попадает он очень точно в цель. И причем я была свидетелем, как они гоняли по соседним огородам тоже и дятлов, и суек. Сойка, она крупнее его размером. И самое прекрасное для других птиц, что дрозд непримиримый враг вороне. Потому что серые вороны – это самый заядлый разоритель всех гнезд воробьиных птиц. Ага, то есть она не выбирает, ей разорять. Да, она разорять очень любит гнезда. И надо сказать, что вот в этой части я хочу привести один интересный пример. В нашей области есть одна интересная птичка, ее зовут Зеленая Пересмешка. Старинное название ее – Малиновка. Малиновка, да, это известный название. Эта птица имеет странную особенность. Она делает гнезда, в наших парках она гнездится, и в Мигаловском парке, я думаю, что и в Березовой роще, она делает гнезда из белого материала. Из коконов пауков, из кусочков бересты. Вот специально выбирает наоборот белый материал. Да, именно белый материал. И гнездо ее очень плохо замаскировано. Для нас это, для орнитологов, загадка. Видимо, это как-то связано с ее историей этого вида. Но сегодня, вот это факт, ее гнездо очень легко обнаружить. И обнаружить не только человеку, не только юнату и орнитологу, но даже и воронье. И поэтому самое удачное гнездование зеленых пересмешек всегда наблюдается в колониях рябинников. Да что он. И у нас, ну, например, в Мигаловском парке всегда зеленая пересмешка находит колонию рябинников, и под колонией рябинников чувствует себя в полной безопасности. То есть это ее крыша получается. Это ее совершенно ее крыша. И не приведи, Господи, если только это пространство воздушное нарушит какой-то пернатый хищник. Он будет обстрелян дроздами рябинниками и будет обеспечит, и дрозд рябинник обеспечит спокойную жизнь зеленой пересмешки. Да, я просто каждое утро наблюдала битвы, которые ведут дрозды рябинки. Это действительно страшновато. И птицы улетают другие. Я бы хотел обратиться к нашим тверичам, потому что сегодня наблюдение показывает, что численность рябинников в области возрастает. И вообще говоря, ареал его расширяется к западу. Еще недавно его границы, ну, в западную Германию, например, он еще не заходил, а сейчас он уже гнездится даже там. Вот сегодня это такой подвижный ареал, и численность его в Тверской области тоже растет. Он становится обычным гнездящимся видом в различных поселках, на дачах. И гнездится даже не только на деревьях, как ему положено, а уже гнездится на подоконниках. У меня в углу дома свели гнездо, и мы потом наблюдали вот издалека вот эти вот открытые рты, просящие еды. Ну вот беда, прекрасное поведение родителей у гнезда. Но, с другой стороны, как певец, этот дростребинник просто никуда живет. Да, ну, если птичка, он вспомнился, как павлин. Он такой крикливый, и помните, такая была советская песня, вы слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды, не пылевые. Вот автор, наверное, стихов имел в виду именно рябинник. За его крикливость такую щебет, но отсутствие красивых мелодичных трелей. Но чего не скажешь про наших любимых певцов, певцов России. Ну, скажем, самый лучший певец в Тверской области – это певчий дрозд. Он, у него рулады очень сложные, он выдает свистовые колена, прекрасный щебет. А свистовые колена обычно настолько сложны, что в старину, например, Кайгородов говорил, великий орнитолог санкт-петербургский, он говорил, что певчий дрозд поет так – «Филипп, Филипп, чай пить, чай пить, скорее, скорее». И вот сегодня, когда мы заходим в лес, особенно в тот лес, где очень много хвойных пород, таких как елка, там обязательно будет певчий дрозд, и наверняка он будет вас называть. Филипп, пойдем пить чай. Хочется поговорить и спеть вам песню. Кстати, вот вы говорили, у вас много птиц живет дома. Можете ли вы дать совет 14 дней на вывод потомства? Есть вероятность, что выпадают из гнезда некоторые птенцы. Нужно ли подбирать, нужно ли подходить к ним, нужно ли дотрагиваться руками и брать себе домой, если вы не планируете содержать птицу? Если у человека нет опыта выращивать, выкармливать птицу, лучше не брать. Потому что выкармливание птицы – это очень сложный, тяжелый труд, даже для специалиста. Но, скажем, многие птицы в летний период питаются насекомыми. Живых насекомых наловить очень тяжело. Поймать одну-две мухи – это мало. Птица, когда развивается, она поедает насекомых в таком количестве, что соответствует ее весу. Вот это очень тяжелый труд. Обычно, нередко, кстати, родители все-таки подкармливают своих птенцов и позволяют им подняться на крыло. То есть они видят, где находятся. Потом у нас нередко бывает такой забавный случай. Выпадают как бы из гнезд, из гнезд, ну это из дупел, выпадают стрижи. Стрижи. Причем порой людей поражает следующее. У стрижа огромные крылья. Назвать его птенцом невозможно. А вот он почему-то не летает. Это связано с тем, что у стрижа часто ночь проходит, стрижи некоторые ночуют на большой высоте во время, и летают, греют свои мышцы, греют со своими мышцами. А есть стрижи, которые спят в скворечниках. И ночью они остывают. Их мускулатура не способна работать эффективно. И иногда бывает стриж, у стрижа происходит такая термическая ошибка. Он выпрыгивает из скворечника, но он еще холодный, он еще не разогрелся, как боксер перед рингом. И крылья он не может нормально заставить работать, и он падает на землю. Такого стрижа нужно просто поднять и положить на теплое солнечное место. А он отогреется и полетит. Он отогреется и полетит. Но нередко люди считают, что он подбит, он ранен, он больной, его начинают насильно кормить. И это дело до добра не доведется. Лучше не надо. Лучше не трогаться. У нас большой бич сегодня будет, наверное, в этом году, как и в прошлые годы, с чайками, которые гнездятся на наших плоских крышах. Вот здесь, конечно, беда. Что делать? Ну, здесь нужно, я думаю, как-то нашим орнекологическим сообществам думать. Потому что чайки сегодня, сизая чайка такая крупная, крикливая, которая многим нашим жителям, я понимаю, надоедает. А тем более просыпаются не рано утром и заполняют весь акустический фон своими криками. Птенцы выводятся на крышах, потом прыгают или падают с этих крыш, бегают по нашим дворам. И здесь, конечно, достаточно тяжело. Но я рекомендую всем тем жителям, кто сталкивается с таким птенцом, и если он попал в беду, если рядом держатся собаки, кошки, ну, можно посадить этого птенца в машину, в какую-то коробку и отвезти на ближайший водоем. Лучше, чтобы водоем был стоячий. Вот, чтобы какой-то большой пруд или озеро, да, и, скорее всего, молодая птица научится там кормиться и поднимется на крыло. А вы говорили, что, вот в перерыве мы общались, что в домашних условиях, если человек знает, если у него есть опыт по выращиванию птиц, по содержанию птицы, птица живет дольше, да? И что природа, это не всегда подарок для пернатовых. А я бы сейчас сказал больше. Если человек держит птиц дома, то и он живет дольше. Это вот, как говорится, если у тебя есть собака или кошка, значит, тебе долголетие возможно обеспечить. Вы знаете, потому что содружество птицы и человека, это вообще великое благо для того и для другого. Человек дает птице постоянную доступность корма, постоянно смотрит на ее состояние, дает витамины. А витамины сейчас очень доступны, это веточный корм, прежде всего, это веточки сосны, это маленькие веточки ивы. Просто веточки. Просто веточки, да. Многие птицы хорошо поедают эти ветки, особенно почки весной, и этого достаточно на целый год. А человека, безусловно, птицы радуют своим щебетом, своей подвижностью. А когда вас птица уже узнает, когда вы приходите усталой домой, и вас встречают какое-то безумство вот этих вот, вот этого щебета, блестящих глаз, ну, боже мой, ну, хочется жить. А я думаю, Александр Анатольевич, что же это такое, когда я прихожу с работы моей, живу за городом, на кормушку, я еще не успеваю зайти в огород, да? А они уже подлетают и просят, типа, давай, давай еду, давай, мы проголодали. Вы знаете, еще что интересно, вот если посмотреть опыт содержания птиц в Европе и в нашей стране, то в основном содержанием птиц увлекаются городские люди. И я недавно подумал, почему это так. Дело все в том, что наша городская жизнь все больше и больше становится какой-то, ну, если хотите, может быть, грубовато лживой, какой-то придуманной. Нас часто уже, все чаще окружают какие-то муляжи, подделки. Вы приходите в магазин, хотите купить молоко, покупаете, ну, прошу прощения, муляж молока, некий продукт с содержанием каких-то... Сырный продукт. Вот, сырный продукт, творожный продукт. А, или со вкусом мяса. Со вкусом мяса. Приходим в обувной магазин, покупаем, как бы, кожаную обувь, которая... Как бы, как бы, она экологическая кожа. Как бы, оказывается, в общем-то, по чесноку-то никакая она не кожаная, из каких-то кусочков склеенная, там, с какими-то смолами и так далее. У нас нет сегодня нормальной древесины. Мы сегодня окружены тоже какими-то панелями. И вот, если даже на книги посмотреть, все наши справочники, они давно перестали быть информативными, полными. Энциклопедии просто иллюстрированные, какие-то очень бездумные поверхностные книжечки. Ну, если даже книжки, а то электронные, да, уже книжку-то ты в руках не перестал. Но соловей никогда не будет муляжом. Когда вот он 9 мая, у нас обычные соловьи начинают петь 9 мая, когда он поет, будут проходить века. И он всегда будет оставаться настоящим, живым. Ну, как можно не радоваться встрече с настоящим, живым явлением? Это просто красота. И тоже вот я прихожу, и каждое утро, и смотреть, как они прилетают. Кстати, вот сейчас наступает лето, нужно подкармливать птиц, или им достаточно того, что дает природа? Потому что я как-то уже по автомату, я зимой им семечки насыпаю, хлеб нельзя, я знаю уже давно. Булочки очень дятлы у меня любят. Дятел у меня один, Василий Иванович, почему-то я назвала, вот так, похоже, только не хватает шашки, наверное. Анка есть и Петька, ну вот так вот они как-то прилетают, и очень любят пряники. И пряники обязательно, чтобы содержание внутри было повидловое. Как еще, клюв несли. Но вы на пороге вывода нового вида птиц. Да. Повидловый дятел. Сейчас достаточно им всевозможных насекомых, если на огороде где-то? Совершенно верно. И можно не подкармливать? И я даже думаю, что подкормка ни к чему хорошему не приведет. Потому что наша подкормка, это спасение страдающих птиц от бескормицы. Это то, что нужно зимой? То, что нужно зимой, да, вот в ранние холода, когда вероятность гибели молодых птиц очень высока. Сегодня птица готовится к размножению. Это период, когда ее корм должен быть наиболее наполнен витамином С, бета-каротином, витамином Е. Вы не сможете такой корм. Такой корм нельзя заменить никаким суррогатом. А птица может этого не понимать. И если ваши снегири продолжают питаться семечками, это может отразиться и на их потомстве. Потому что снегирь сегодня... Недополучит они. Он недополучит очень многого. Снегирь во время выкармливания своих птенцов, как и многие вьюрковые зерновидные птицы, переходят на питание гусеницами, почками, цветочками и так далее. То есть их кормовая, кормовый рацион в несколько раз усложняется. Ну, кстати, у меня очень хороший совет. Я как-то успокоила, потому что семечки нынче не идешь. Не идешь, да. То есть тоже как все подскочило, семечки килограмм. Давайте их немножко пробережем. Да, пробережем на зиму. Уже можно начинать где-то вот с октября, наверное, вот так вот. Хотя, кстати, и зимой, надо сказать, наши птицы очень адаптированы к голодному времени. Если вы перестанете подкармливать птиц, то птицы обычно потихонечку откачевывают в более южные районы, где не очень глубокий снег, где можно кормиться на тех травах, которые еще торчат из-под снега. Но у меня привыкли, вот, кстати, мы опять же таки говорили про то, что природа не очень благосклонна. С одной стороны, она дает много красоты, много радости и витаминов, да. С другой стороны, видите, сколько опасностей. Безусловно, безусловно. Особенно большую опасность представляют для наших птиц два вида соколов. Это североафриканский сокол, так называемый сокол Элеоноры, вот, и средиземноморский сокол, который гнездится тоже на побережье Средиземного моря, но только уже с северной стороны. Чем занимаются эти негодяи, так, ну, мягко говоря? На птицы, на птицы, да? Они, да, они кормятся нашими птицами, которые перелетают в Средиземное море. А перед Средиземным морем на Северной Африке еще нужно перемахнуть Сахару. В Сахаре никто из наших птиц не зимует. Они зимуют обычно в Восточной Африке или в Центральной. Так вот, птицы, изнуренные таким длительным перелетом, ну, Средиземное море не очень большое по ширине для перелета птиц, но, тем не менее, зарянки, дрозды, перемахнувшие через эту большую гладь воды или песка, они попадают в когти соколу, который очень любит кормиться истощенными, исхудавшими. И им уже и отпор не дать, им не улететь. Им, конечно, отпор никакого не дать. Более того, сокол Элеонора гнездится именно в период осеннего пролета наших птиц, а в период весеннего пролета гнездится сокол Средиземноморский. Вот так эти два хищника поделили такую кормовую базу. Но, тем не менее, да, не тем не менее, а вот представьте теперь, тут жаворонок, да, или дрозд, или зарянка, или соловье. Соловьи перелетают через Средиземное море, они гнездятся, они зимуют в Африке. Вот представьте, сколько труда нужно было преодолеть, опасности, чтобы прилететь к нам на нашу Родину. Это к тому, что птичка Божия не знает ни заботы, ни труда. Не пищи, да. Александр Анатольевич, затронули тему перелетов. Это же действительно какая нагрузка на птичий организм. И если я так посмотрю, вот те же самые синички, они же постоянно машут крыльями. Это какая энергия уходит? Им постоянно нужно чем-то питаться. Во время перелета есть возможность у птичиста отдохнуть, перевести дух и просто поесть, по-человечески, что называется? Спасибо. Я вопрос понял. Но у всех птиц перелеты разные. Синица летит не на далекие расстояния, это расстояние не более 500-600 километров. Но есть птицы, которые, перелетая, совершают броски на тысячу, две, три, четыре, пять, шесть тысяч километров. И вот здесь, конечно, вопрос о перелете стоит, понимаете, как вопрос о жизни и смерти. Птицы по миграционному поведению делятся на две группы, наши тверские. Это ночные мигранты и дневные. То есть одни летят ночью, другие днем? Одни летят ночью, другие днем. У ночных мигрантов все понятно. Они ночью совершают перелет, днем они находят место, где можно покормиться. Они быстро кормятся, отдыхают и опять совершают свой бросок. А вот дневным мигрантам тяжелее. Они должны именно в дневное время успевать и лететь, и кормиться. Но надо сказать, что природа создала следующие механизмы. Вот те, кто летит ночью, они и летят дальше. Все ночные мигранты, это все дальние мигранты. Как правило, дальние мигранты. Кормиться очень тяжело во время пролетов. Потому что там, где скапливаются птицы, там всегда есть хищник. Причем хищник прекрасно понимает, как вот сокол Илеонора. Он прекрасно понимает, что если села стая, прилетевшая из России, она, значит, усталая, значит, там добыча достаточно легкая. И в Африке, в Восточной Африке, в тех местах, где на побережьях озер скапливаются наши водоплавающие птицы, уже кружит большое количество и орланов, и подорликов, и различных истребов, и не только пернатых, всяких хищников. Поэтому корниться достаточно сложно. Но вот как ведут себя наши гуси? Я в этом году наблюдал очередной раз. И ведет стаю гусей, белолобых или серых, или гуменников, всегда старый опытный самец. И никогда без его команды стая не сядет ни на какое поле. Это как в армии? Как, ну, может быть. А может быть, как в семье. А может быть, как в семье. И вот представьте себе картину, на которую можно посмотреть глазами гусей. Они летели несколько часов, бесперерывно. Высота перелета гусей около 3-4 километров. Высота такова, что их обдувает всегда ледяной ветер. Скорость около 60-70 километров. Они практически летят в ледяной пустыне. Можно представить, как они голодны. И появляется поле, Калининский район, какой-нибудь наш любимый. И уже зеленеет где-то трава. И уже все начинают гоготать. Они хотят сесть. Они говорят, вожак. Вожак делает один круг над полем, второй. И вдруг видит, что где-то в канаве находится стрелок, находится охотник. Или просто какой-то предмет, который вызывает у него сомнения. Кстати, но зрение хорошее видит эта святость. Шикарно, шикарно. Гуси видят, гуси видят, как многие птицы, видят примерно в 16 раз четче, чем человек. Ничего себе. И он замечает и в том числе и опасных птиц для себя, и человека, и может быть какое-то животное. А у некоторых птиц даже есть такая способность, как изменение фокусного расстояния. Вот у нас с птицами, со многими птицами, общее свойство у человека – это аккомодация. Это способность наведения резкости на разное расстояние. А вот, например, у соколов изменяется не только кривизна хрусталика, что обеспечивает аккомодацию, а даже трансфокация меняется. То есть сокол может приближать объект в несколько раз. Ну, мы как раз с вами говорили до эфира, что у них способности просто фантастические. Представляете, вы стоите на остановке, идет где-то автобус, и вы, так скажем, включаете свою трансфокацию, приближаете автобус к себе, хотя сегодня при нашей реформе транспортной в городе нам это уже можно посмотреть на сотовый телефон. И так вот птицы садятся на поле, именно там, где разрешит это сделать вожак. А дальше происходит чудо. Все сразу начинают дружно щипать траву или есть озимы и так далее, и так далее. Но никогда не приступит к кормежке ни старый журавль, ни старый гусь. Он всегда садится на возвышенность и зорко озирает направо и налево, чтобы никто из затаившихся и нерассмотренных вовремя хищников не подошел к стае. Если подходит, он дает условные знания. Он дает крик, конечно, он дает крик, даже я так понимаю, что крик какой-то очень тихий, потому что все, я обычно его и не слышу, но все поднимают дружно головы, дружно головы. И дальше уже команда на взлет, и все улетают. А вот как тяжело молодым гусям, которые толком-то никакой опасности не увидели, они едят только вкусную еду, а вот папа сказал, нет, полетели. И вот, и тем не менее, беспрекословно слушаются, потому что цена ослушания, это, мы сами понимаем, что это гибель. Это жизнь. Кстати, как ориентируются птицы? Вот одни летят ночью, другие летят днём. Как вот они? Их же ветром может сдуть. Бессловно, и сдувает. Вот, к сожалению, в Великобритании на маяках английских находим большое количество птиц, которых именно сдувает. Вот, но основная масса птиц ориентируется при помощи нескольких компьютеров. Причём, представьте, в маленькой голове, которая весит там несколько всего граммов, находятся несколько мощных машин. Это, как говорится, что если хотят о человеке сказать, нехорошая куриная голова, да, или куриные мозги? К сожалению, в данном случае эта аналогия совершенно неуместна. Человеческие мозги, скорее, больше похожи на куриные, в том смысле. Куриные, чем там. Вот, птицы, летящие днём, они ориентируются по положению Солнца. Но Солнце в течение, а полёт идёт многие часы, и Солнце меняет свой наклон, своё положение относительно стран света. И птица должна постоянно корректировать, покорректировать это положение. То есть, скажем, если птица летит весной, то в утренние часы Солнце должно светить в правый глаз. А вечером Солнце должно светить в левый глаз. Но не наоборот. Если птица будет лететь постоянно, скажем, так, чтобы Солнце светило ей в затылок, то птица постоянно будет лететь по кругу. По кругу. По кругу, потому что, ну, вслед за... Она может и не прилететь. Конечно, никогда не прилететь. И поэтому в птице есть ещё один механизм, который называется внутренние биологические часы. Этот механизм работает с небольшими ошибками. Птица иногда его корректирует. Примерно раза два в год она его корректирует. Такие эксперименты проводили в лаборатории МГУ. Но она постоянно делает поправку. Вот в такой-то час, она понимает, сколько сейчас, примерно часов, часов. Вот Солнце должно светить там. Через некоторое время Солнце должно находиться в другом месте и так далее, и так далее. И этого мало. Птица видит, оказывается, положение Солнца даже тогда, когда Солнца нет. То есть птице достаточно увидеть кусочек синего неба, и по нему, поскольку через синее небо проходит поляризованный свет от Солнца, вот эту плоскость поляризации, её глаз воспринимают у птицы. И видя синий кусочек неба, птица прекрасно понимает, что он находится вот там, под таким-то углом. Нашему глазу это не дано. Мы поляризацию света вообще не видим. Мы не понимаем даже... Мы это понимаем только из школьных учебников. А птица это регистрирует. Ночью, ещё интереснее, птица регистрирует, реагирует не просто на звёздное светило, а на вращение звёздного, вот это видимое вращение звёздного... Не приведи, Господи, ещё подумают, да? Ничего себе. А видимое вращение звёздного неба. А вращается оно по оси, которая проходит через полярную звезду. И вот именно положение этой оси птица запоминает. И вот что интересно, если взять молодых птиц и закрыть, которые сидят в гнезде, и закрыть им каким-то зонтом звёздное небо, они никогда не найдут места к зимовке. То есть у них вращение купола запоминается во время гнездовой жизни, и потом уже транслируется каким-то образом при помощи генетических программ навсегда. Птица уже знает, куда она полетит. Но если гнездовой период был под каким-то сплошным куполом, такая птица часто не долетит до места зимовки. Вы так рассказываете, мне сразу кажется, что в голове такой мощный компьютер. И сразу хоть сравнение с человеком, что птица оказывается совершенней. В чём? Ну, в чём-то да. Меня, знаете, вот с детства поражали такие птицы, как жёлтые трясогузки. Это очень маленькие птицы, у них головной мозг очень маленький, но они собираются, они собираются все, а гнездятся они на территории, огромной территории Евразии, они все собираются на берегу озера Чад. И причём время сбора примерно одна неделя. Вот если бы нам дали с вами современные самолёты, мы сели за штурвал, кто-то на Камчатке, кто-то в Калининграде, и сказали, а давайте теперь мы соберёмся в течение недели на озере Чад. Я думаю, до озерчат мы с вами не долетели. Да нет, навряд ли как те птицы, которые могут кружить по кругу. Да, а вот эти птицы собираются все вместе на это маленькое, ну, небольшое уже теперь озеро, когда-то оно пишут, оно было большим морем, а сейчас вот они собираются на небольшом побережье. То есть для нас птицы остаются, остаются как и любимым предметом исследования, так и остаются загадкой. Вы как профессиональный орнитолог, ваше вот этой хобби и увлечения жизни, ваша задача какая? Найти новый вид? Нет. Найти что-то новое в поведении уже изученных видов? Ну, я как профессиональный орнитолог занимался вопросами, во-первых, ну, у меня были контракты, я занимался по контракту с Министерством обороны Российской Федерации, вот, я изучал миграционные пути птиц, потому что это нужно для нашей авиации, для того, чтобы понимать, в каких местах, на каких высотах, в какой период скапливаются птицы, потому что столкновение с птицей небезопасно. Это самолеты, да? Вот, ну, и экологические исследования таких важных объектов, глухаря, например, на таку, от чего зависит численность, распределение биотопическое, вот, это, так скажем, предмет моего научного исследования, но этого мало. Я вот не знаю орнитологов, которые бы занимались только наукой, потому что птица дает так много эмоциональной зарядки, радости, и, причем, что интересно, происходит в течение жизни эволюция отношений к птицам. Вот все мальчишки и девчонки, я уверен, что на первом этапе потрясаются подвижностью, яркостью вот этой окраски, да, может быть, яркостью пения. Потом начинают увлекать разнообразие, какие-то сравнения, аналогии, систематизации. Ты видишь, как интересно природа поделила по разным полочкам близкие виды, как они постепенно порой даже переходят один в другой. То есть это уже элементы науки. А сегодня, конечно, птица для меня, это прежде всего мир чистоты, мир преданности, мир предсказуемый. Я знаю, никаких муляжей, никаких, ну, правда, сейчас в интернете появились какие-то электронные голоса. Ну, это электронные, это опять же такое. Да, но я всегда знаю, мне хочется жить, я знаю, что всегда в последнюю неделю апреля под крышей моего деревенского дома защебечут деревенские ласточки. Я знаю, что во вторую неделю мая пролетят стрижи, и вот уже на днях они пролетели, долгожданные, стоит холодная погода, но у стрижа есть программа. И программы, мне кажется, можно назвать по-человечески любовь к нашей Родине. И будут проходить века, уже не будет нас, но стрижи будут пролетать, будут петь соловьи на 9 мая. Слушайте, ну это вообще безумно здорово. Это красота. Красота, кстати, вспомнилась, вы 9 мая упомянули, когда поют, нет, не когда поют солдаты спокойно, дети, педагоги, соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Вот боевые действия, когда идут, что с птицами, они прилетают туда, где идет война, где гремят пушки? Не могу сказать. Или они вынуждены каким-то... Не могу сказать. Это не изучено. Я не имел опыта, но вот Булат Шалович Акуджава, он, по-моему, прошел пехоту, и в одной из песен он написал «Скворцы пропавшие вернулись». Да, да, да. Я думаю, что, скорее всего, он не просто так в угоду какому-то поэтическому образу, скорее всего, это действительно наблюдение. Птицы переживают. Переживают, конечно, грохот и огонь. Безусловно, это все действует на птиц. Но вы знаете, я могу сказать, что вот еще одна такая тема. Русскому человеку очень свойственно бережное, трепетное и внимательное отношение к миру птиц. Есть такое великое произведение «Слово полку Игореве». И вот это слово полку Игореве практически на каждой странице переплетено названиями птиц, какими-то интересными событиями в жизни птиц. А ведь подумать только, князь Игорь идет на половцев. Это военные события, это события российской значимости, русской значимости, плача Ярославной. И постоянно речь идет о соколе, который взмыл и ушел куда-то там в небеса. Речь о сороках, которая, как там пишется, по-моему, по лозе ползоша, по лозе ползоша почему-то. Как про галки, которые взгаркали, про соловья, который заливается. Думаю, боже мой, вот представляете, как интересно. То есть у нас любовь к птицам, она, если хотите, генетическая. А если взять название наших птиц, наверное, нет такой страны, которая бы имела такие уникальные, удивительные названия. Только мы догадались назвать зяблика, например, зябликом. А почему, спрашивается. А оказывается, в первую неделю после пролета зяблик не поет свою обычную птицу песню. А зябнет? А он как бы зябнет. Да он сидит, трясется, потряхивает своими крылышками. Привыкает. И булькает. У него такое есть бульканье. Вот он пробует свой голос. Ведь старый человек, древний человек, это заметил. Конечно, он не зябнет. Но заметил такой прекрасный образ. Вот он зяблик. А мне нравится название «Половник». А вот почему? А вот я пригляделась, когда ко мне прилетели на дачу стайка этих невероятно милых существ. И действительно, это как «Половник». Да, длинная ручка. Длинная ручка, это хвостик, такие хорошенькие черненькие глазки. Обалденные. И у многих птиц наших есть двойные названия, тройные. Вот, скажем, есть такая птичка, есть такая птичка крапивник. У него же древние названия «Подкорейник», «Орешек». И каждое название очень такое интересное. «Корешек». Он действительно как кедровый орех, только с маленьким хвостиком, торчащим вверх. А, Александр Анатольевич, вы скажите, где вот такие знания получили? Вы-то в МГУ получали свое образование, да? Где детишкам можно приобщиться к этому миру, что почитать? Где об этом можно черпать информацию об этом мире? Обязательно. Но у нас хорошая сеть библиотек осталась все-таки в Твери и в Тверской области. И обязательно нужно читать книги наших старых авторов. Я очень порекомендую найти любую книгу Георгия Петровича Дементьева. Георгий Петрович Дементьев – это великий орнитолог Советского Союза, и у нас останется он в памяти всегда. Он умел доступно, это был профессор МГУ, но он умел доступно говорить с детьми, со специалистами, не специалистами и так далее. Очень хорошие книги оставил после себя Владимир Евгеньевич Флинт. О птицах, которых нужно беречь и защищать. Очень много оставил после себя хороших, замечательных книг Рюри Кривович Биоми. Ну и сегодня наши интересные, сегодня вот наши орнитологи Тверской области написали, по-моему, трехтомник. Птица Тверской области тоже рекомендую, очень интересная книга. Много птиц у нас видов в Тверской области? Ну, на мой взгляд, около 240-250. Мы этот список постоянно пополняем, но, к сожалению, мы пополняем сегодня его не за счет тверских, а за счет других видов, которые залетают к нам иногда. Случайно ветром надулось. Случайно. Но кто знает, в науке всякое бывает. Бывает один случайный залет, второй, третий, а потом они могут стать уже нормой, и, может быть, птицам понравится наша область, станет для них второй родиной. Вот ваш совет, программа подходит к концу, жителям регионы. Можно слушать еще, хоть час, хоть два ваши рассказы безумно интересны. Зачем это надо, вот еще, вот как-то подытожив наш разговор, общаться с птицами, просто ходить и наблюдать? Познание природы, окружающего мира, это сама по себе ценность. Это великая ценность. Посидите у себя на участке, если у вас есть дача. Посидите на опушке, если вы собираете, там, собирали грибы. Ну, задержитесь немножко, посидите на пеньке. Посмотрите, как синица пролетит мимо вас, как она схватит какое-то насекомое, как она аккуратно его, там, скажем, съест, как она пробьет свое динь-динь. Боже мой, у вас улыбка появится на лице. Общение с птицами, и не только с птицами, с цветами, бабочками, с растениями, это все оживляет нас. Боже мой, жизнь одна, жизнь одна. И мы сегодня, мы сегодня, наша Тверская область очень богата, наша природа очень богата, но нужно немножко приоткрыть свои глаза, распахнуть свои уши, нужно уметь слышать и видеть. И тогда совершенно бесплатно, совершенно бесплатно, мы не покупаем это благо, оно вам дается вот просто бесплатно, как данность, как наша жизнь. Любите природу, и она вам будет очень благодарна, и она вас обогатит. Спасибо огромное. Безумно интересно было с вами разговаривать. Жаль, что программа подходит к концу. Я тоже хочу давать совет, что не все так плохо, уважаемые друзья, в нашей жизни. Смотрите, сколько вокруг хорошего, ценного, нужно просто оглянуться. На самом деле, немножечко дать себе передохнуть и облядеться вокруг. Спасибо. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Александр Бутузов. Даже вот не хочу говорить, что председатель общественной палаты Тверской области. Прежде всего, орнитолог, любитель природы и птиц, кандидат биологических наук. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Уважаемые друзья, любите природу и будьте здоровы. До свидания. До свидания.